Доброе утро! А я вдруг подумал, а что это такое? Что это за муха такая? Помните, когда я был в Гоа, я рассуждал на тему мухи ЦЦ. И только сейчас я понял, что, извините, я же на Андаманских островах. Это значит, что здесь скорее всего такие мухи должны водиться. Такое вот утро, вы себе не представляете, как жарко на улице. Вот я сейчас вышел из комнаты, в которой кондер работает, как из холодильника в парилку. Сейчас делал видео, буду его загружать, это будут еще те мучения. И что я хочу сделать? Ну пойти на пляж, поплавать на своем модном пляже, нафиг я здесь снимаю вообще эту халабуду, если я даже там не загораю, не купаюсь. Но еще надо обязательно позавтракать перед этим. Новое утро на Андаманских островах, меня к вечеру именно прибивает. Вчера, ну, вы видели, да? Это то, что я поехал в это кафе, которое типа неплохое. Я сейчас нашел другое кафе, на TripAdvisor уже принципиально самое лучшее, можно сказать, здесь вот. Посмотрим, сейчас пойдем туда завтракать. Я приехал в это кафе, заказал там дороже, чем везде. Было хуже. Посрал, извините за выражение, занятия, потому что я перепутал время. Устал. Потом еще работать до 12, да. Ну, нервная система немножко перегружена. Я вчера просто купил уже билет обратно в Гоа. Так, чтобы вы понимали. Потому что, ну, весь этот рай, он не особо для меня. Я люблю сочетание цены и качества. Здесь, ну, опять же, не сказать, чтобы сильно и дорого. Вот, я думаю, эту хибару, где я живу, можно снимать легко за 300 долларов в месяц, может даже дешевле. В Гоа это 200, да? Приехал себе, живешь здесь вот так вот и ищешь своего крокодила. Ну, во-первых, вы видели, да, здесь невкусно. Во-вторых, здесь скучно. Вот. В-третьих, здесь даже шарики вот так вот лопаются. Красиво для фоток, да. Вот именно для мазь крутяк. Вот это вот та самая история, которая очень часто происходит с нашими людьми, особенно с девушками, которые всегда пытаются себя в чем-то убедить, что вот, или людей даже пытаются убедить в том, что картинка, которую они выставляют в инстаграм, соответствует действительности. Ну, как же, должны позавидовать, там, я не знаю, должны рассказать знакомым про вас, что вы успешная, там, или успешный, и так далее и тому подобное. В принципе, можно было бы эту легенду продолжать и постить в инстаграм. Можки мои, знаете, на фоне голубой воды и прочей херней маятся, но по факту в сухом остатке все эти места, вы знаете, я уверен, и Маврикий, и Мальдивы, и прочие места, если вы приезжаете туда не в самый топовый отель, да, ну, очень, скажем так, хороший отель, то это все, примерно все одинаково. Всегда есть какие-то нюансы, и даже в крутых гостиницах, я уверен, есть нюансы. Очень мне нравится сериал «Белый лотос», да, посмотрите, если кто не смотрел, очень крутой, особенно второй сезон. Вот там все очень просто, все показано, да, про разные категории людей. И даже вот про категорию людей, которые обладают деньгами для того, чтобы там поселиться в лучшей гостинице. Это не значит абсолютно, что у них нет проблем. Иногда проблем даже может быть гораздо-гораздо больше. Вот я сейчас лежал в своей комнате, смотрел в потолок и думал. Вот, ну, я вспоминал, как я покупал свой мопед в Одессе, первый. И почему я это делал? Потому что я все-таки надеюсь приехать в Одессу. Ну, не на свой. Ладно, если не на свой день рождения, то хотя бы там в июне. Если свой день рождения, да, то я обычно уже, как традиция, да, праздную во Франции. Я надеюсь, в Париже. А вообще больше надеюсь, что в Одессе. Но вот я вспоминал и лежал, да, про мопед, потому что я вот хочу вернуться в Одессу, сесть на него, погонять на любимом мопеде. Но я вспоминал не только поэтому, да, я вспоминал еще потому, что я подумал, но если у тебя в кровь выбрасывается серотонина одинаково, что от того, что у тебя новая, там, ламборгини, да, или вот новый мопед. Зачем платить больше, да? Зачем рвать жопу и пытаться кому-то что-то доказать, если химический процесс один и тот же. А иногда даже от каких-то вещей химии больше и реакции больше. Вот в чем вопрос. Вот в этом загвоздка. То есть, когда ты покупаешь ламборгини, ты еще и покупаешь себе большой геморрой. Кто-то скажет, что на последние деньги ламборгини не покупают. Но посмотрите на Диму Гордея. Вот. Понимаете, вот в чем вопрос. Как бы да, серотонина будет достаточно много, но вот это вот сочетание плюсов и минусов, да, здесь может быть даже минусы в какой-то степени перевесят эти плюсы. А вот мопед я когда покупал, я до сих пор помню, как было кайфово, как мы с Тимуром приехали в эти гаражи и как мы взяли этот первый мопед, который у меня потом украли со стоянки. Но это было так круто. И то же самое, наверное, абсолютно касается и разных мест, где ты отдыхаешь. Мест, куда ты ездишь. Все эти места не обязательно должны быть вот такие, как с картинки. Ведь это химический процесс. И химический процесс дает не только картинка. Может быть, она дает меньше всего этого процесса, понимаете, химического, этой реакции. Да, ну ладно, плюс 5 процентов, да, к общему счастью. Но больше процентов, конечно же, дают люди, которые находятся с вами. Кухня вами любимая. Я вам скажу, как человек измученный нарзаном, как человек измученный тем, что он не может поесть оливье нормального очень долго, холодца, нормальных пельменей с мазиком из кабачковой икрой. Я вам скажу, это очень-очень важно. И вот эта картинка нихрена не перекроет. Вот то ощущение кайфа, когда ты приезжаешь в любимые Карпаты, заказываешь любимый борщ и просто с удовольствием дышишь свежим воздухом и лопаешь это. И это гораздо дешевле, чем здесь. А если с тобой находится любимый человек, то это еще в 100 раз лучше. И вот это все, оно никогда не перекроет вот те эмоции, которые у вас, которые вас переполняют, когда вы в нужном месте с нужным человеком. Вот и все. Вот эта вот культура потребления, инстаграм и прочие соцсети, они нам навязали всю эту историю, да. Все это желание быть в каком-то месте, которое где-то там далеко, с голубыми водами, с пальмами над водой. Навязали, и мы пытаемся, и мы верим в это, в то, что если мы сюда приедем, то так и будет, мы станем счастливыми. Нет, это всего лишь смена локаций. Ни на что она не влияет. И всегда в этих локациях есть свои минусы. Это или кораллы, которые впиваются в ногу, или мутная вода, когда вы хотите поснорклить с маской здесь, да, поплавать под водой. Или там крокодил какой-то, да, все-таки должен там быть где-то в этих водах. Или комары, или жара. Вот никогда я себя не ощущал, наверное, на сто процентов идеально. Ни в каком месте. Где-то был процент больше, где-то был процент ниже. Здесь, как я себя ощущаю? Ну, если я вчера с удовольствием купил билет в Гуа, вы понимаете. На данный момент я ощущаю кайфово себя, потому что я вышел сюда, на берег острова. Я потом это буду вспоминать. Я, голова моя приукрасит это, мой мозг приукрасит это где-то раз в десять. Я буду думать, да что я там прикопался в белый песок, как мука, голубая вода, пальмы. Чего ты херней маялся? Надо было купаться, там, искать на попу приключения, найти черепах, крокодилов. Вот. Наверное, так оно и будет, скорее всего. И, наверное, я все-таки буду пытаться что-то сделать для того, чтобы разнообразить свое пребывание здесь. Но здесь тоже есть разные нюансы. Вчера я на рецепшене спросил, как насчет крокодилов? Где их здесь нужно посмотреть? Парень на рецепшене сказал, что, да ну, их здесь, они как бы водятся, но их не показывают. Так, блин, почему не продумали этот вариант? Вопрос. Я сюда вообще приехал, чтобы посмотреть на дикую природу, что ее здесь нет, получается. Говорю, хорошо, двухметровые черепахи, 600 килограмм, заявлено в интернете. Где можно их глянуть? Ну, они приплывают сюда в сезон. Да твою налево. Что? Что мне смотреть на мусор? На собак? Хорошо, здесь море, конечно же, поярче, чем в Гоа. Но что мне, питаться говном, извините за выражение? Жить в непонятных условиях, ходить среди гор мусора и радоваться, и выставлять фотографии не вот так вот, да, чтобы было видно мусор, а именно вот так вот, чтобы вот ни в коем случае не задеть каких-то банок и бутылок фотографию, вот, и вот так вот всем рассказывать. Вот, пожалуйста, вот так вот, я не знаю, можно лечь, поснимать ножки. Да, но мой монолог затянулся. Видите, какое у меня словоблудие с утра? Слово за слово и понеслась. Я здесь, по идее, вроде как уже себе придумал, что я кину пастилку, позагораю, но посмотрите, здесь скучно, никого нет. Во-вторых, ссыкотно, извините меня, я начитался в интернете все это хероборы про этих крокодилов. И я понимаю, что если я здесь один буду, да, лежать, если один пойду купаться, в принципе, для всех крокодилов, которые где-то здесь обитают в ближайших местах, я буду единственным вариантом, то есть им будет не из кого выбрать. Там могла бы быть какая-то женщина с запахом карри, какой-то мужчина с запахом рома там, да, они были бы, может быть, подушистее для этих крокодилов, чем я. Но, тем не менее, так как на безрыбье рак рыба, я могу тоже как попасть под раздачу. Вот такие вот дела. Хотел еще с камерой поплавать здесь под водой, но посмотрите на воду, она как молоко. Там ничего не видно под водой. Вот в этом домике живет парочка, и она меня удивляет. Мы такой же парочка были, скорее всего, с моей бывшей. Вот они здесь, приехали сюда, непонятно откуда. Судя по постилке, где-то, может быть, тоже из тех мест, где я был. Там из Гоа, может быть. И вот я ни разу их не видел, чтобы они обнимались, целовались. Симпатичная девушка, парень, красавчик. Они все время сидят в мобильных телефонах. Все время. Вы себе не представляете. Вот я иду, каждый раз они не общаются, не разговаривают. Они сидят в своих телефонах. Но это же ужасно. Тоже, казалось бы, да, вот. Ну, я уверен, что где-то в Инстаграме у них куча фотографий, где они обнимаются, там целуются. И пишут всем, как здесь круто, на экзотическом острове. А где-то там в Польше или откуда они там, я не знаю. Там уже все подружки обзавидовались вот этой девушке. И уже бросили там трех парней своих. И рассказали, что они неудачники, раз не могут то же самое предложить им, понимаете. А все очень просто, да. Вот. Все очень просто. Эти люди занимаются здесь херней. Сидят в телефонах. Я сомневаюсь даже, что у них что-то там по ночам происходит. А зачем, если можно посмотреть телевизор там или какой-то сериальчик. А им завидуют. А где-то там распадаются семьи, понимаете. Хрен знает где. Вот почему люди такие странные? А почему девушки такие странные? Они такие вот завистливые. Сколько раз я наблюдал это. Вот. Мужики они как-то попроще. А девушкам все время что-то надо. Вот эта вот сказка про золотую рыбку. Вот как она все-таки в точку? Как она в точку? И вы знаете все, да. Что в итоге? О чем сказка? Не больше о жадности, да. Чем о любви старика к своей старухе. Потому что он делал все, о чем она просила. Она была неблагодарной. Так. Еще. Сегодня я постараюсь отправить открытки. Там же я буду узнавать за билеты. Постараюсь узнать за билеты у нас какой-то соседний остров. Если он будет стоить 20 баксов в одну сторону, они идут лесом. Потому что здесь все острова достаточно близко. Почему они стоят 20 долларов? Я посмотрел просто в интернете. И вот я увидел, что цена такая же примерно, как если ехать в Порт Блэр. Но Порт Блэр, извините, достаточно далеко. Почему здесь такая цена? Непонятно. Плюс еще есть паром государственный, который ходит там по цене, по-моему, 500-600 рупий. Но не 1700, не 2000. Так что так. Я узнаю. Если ходят, я пойду на соседний остров какой-то. Вот. Если нет, если проблемно, то проблемно. Узнаю насчет билета тоже. Я вылетаю в воскресенье в Гоа. И в воскресенье же я прилетаю туда. Пересадка в Бангалоре, по-моему. Нет, в Мумбаи. Индиго. Купил билет тоже. 150 долларов. Ну, так, чтобы вы понимали. 300 только перелет мне будет стоить. Вот сюда. И что? И надо мне решить вообще, понять. Надо мне в Порт Блэре останавливаться или нет. Вы помните, да? Какая жопа была. Вылет 14 с копейками. То есть это нам на 12 надо быть уже плюс-минус в аэропорту. И вот воскресенье. И хочется найти крокодилов. Оказалось, что там вот Редскин Бич, Редскин Айланд или что там. Он находится как раз там, где Порт Блэр. Там, где столица. То есть их там надо было искать. Здесь. Скорее всего мы их не найдем. Вот и надо подгадать, когда ехать в Порт Блэр. Мне дядька на тук-туке сказал, что надо за 4 дня брать билеты. Я на пятницу уже не успеваю, по идее. За 4 дня, может, он имел в виду вот этот государственный паром, который дешевле всего. В воскресенье он не ходит. Не знаю, что он имел в виду. Вот съезжу в Порт, узнаю. Отправлю открытки. Видите, тем людям, которые скидывали донаты на этой неделе, видимо, повезло. Потому что стрим будет только в субботу, воскресенье. Да, и те, которые люди очнутся, им уже сандаман открытки не видать. Хотя я могу здесь купить открытки, но отправить не с сандаманских островов. Но вот этот флёр, он уйдёт, я думаю. Будет немножко не тот от этого всего мероприятия. Куда я иду? Анжу Кокореста или что-то такое. Я принципиально вчера залез уже в TripAdvisor, чтобы найти хоть одно нормальное место, которое рекомендуется здесь туристами. И оно находится в 200 метрах. Вот буквально, видимо, вот я здесь был вчера, в этой бодеге. Там, где мне перца накидали в этот рис. И вот следующая кафешка, это вот Анжу Кокореста. Я попробую сейчас там поесть. Она номер 8 на острове или номер 7 вообще. Так что рейтинг хороший. Там даже шницель подают. Куриный. Или какой-то, я не помню. Ну, наверное, куриный какой-то ещё может быть. Поэтому, да, сейчас там сяду, выгружу видео. Надеюсь, интернет там получше, чем у меня в гостинице. Ну, и всё. Потом позагораю. Сяду на мопед, отправлю открытки. Узнаю за билеты. И потом поеду вот по этой дороге в самый конец. Там я ещё не был. Или, может, ещё прогуляюсь. Поеду в самый конец. Плюс прогуляюсь по пляжам. Будем с вами искать какой-то вот такой загадочный дикий пляж. Там, где никого не будет. Будет чистый песок, голубая вода. Всё-таки найдём вот эту картинку. Ради которой многие ссорятся, расходятся, завидуют. И прочее. Вчера я был здесь. А Кокореста здесь. Надо было сюда пройти. И, может быть, я бы нормально поел. Сейчас посмотрим. Заявочка. Фильтр кофе available 180. Hello. Ну, вы видите, убранство такое странное. Сначала на улицу. Разница между тем, что ты находишься на улице и там сидишь, ну, никакой. Там даже ещё жарче и душнее. Потому что, видите, да, эту крышу металлическую. Вот она вся. Представляете, как она нагревается в эту жару. И там ты сидишь. Это топовое место вот на этой улице. Так, чтобы вы понимали. Лучшее по отзывам. Я пришёл сюда. Здесь дороже. И видели какое-то меню. Они прям с лобстерами там, да. С Амарами и прочим. Вот там очень жарко. И там нет Wi-Fi. Я так надеялся нормально уже расслабиться. Просто выгрузить свой видосик. И пойти потом на пляж. Нет. Я не могу этого сделать. Потому что здесь я могу поесть. А вон там я могу загрузить видео. И это будет длиться очень-очень-очень долго. И где-то минут 45 или час я буду сидеть, как придурок, его грузить. А потом только я смогу позагорать на пляже. Понимаете? На пляже, где никого не будет, где будет мутная вода. Вот как-то так. Вот так вот. Это выглядит... Третий раз выхожу из кафешки. Из-за жары. Из-за того, что там долбит музыка. Я не могу там снимать. Потому что права и прочее. Но это все так нелепо. Вы себе не представляете. Хочу снять для вас еду. Но мне придется снимать между песнями. Знаете, когда вот секунды две есть тишины. Мне придется вот дождаться. И для вас снять что-то мне принесут. Подписывайтесь на телеграм. Чего я тоже вышел. Подписывайтесь на телеграм. Легко найти в поиске препод от бога. Находите, подписывайтесь. Будет вам счастье. Почему? Я вчера выставил где-то 130 или 120 с чем-то фотографий. Со своих поездок. Со всех почти. И специально выставил. Потому что при голосовании народ поддержал идею того, чтобы я выставил фотографии, которые я ставлю себе на заставку на телефон. А все эти фотографии по сути айфон ставит самостоятельно. И он выбирает путем какого-то анализа фотографии с моих путешествий. Я выставил природу. И он ставит мне на заставку вот эту всю природу. То Монмартр, то Торонто, то Пхипхи, то Бали, то Испанию. И это все время чередуется. Это очень круто смотрится каждый час. Чередование. И я спросил людей, хотите ли вы, чтобы я выставил эти фотки, кинул в файлах без потери качества в телеграм. Народ сказал, да, конечно. И я это сделал. Представляете? И я так посмотрел. Там реально очень крутые фотографии, очень красивые. И все сделано на айфон. То есть я просто все фотографирую и снимаю на айфон. Вы можете посмотреть на это качество. Можете посмотреть. Можете прочувствовать те эмоции, которые прочувствовал я в тех или иных местах. Многие фотографии это очень-очень хорошо передают. Ну и, естественно, в конце концов вы можете какие-то фотографии сохранить и выставить вот на обои себе на телефон. Вот так вот выглядит футболка человека, который сидит в самом крутом месте на Хавилоке. Так, чтобы вы понимали. Я иду в этот ад сейчас завтракать. Вот так вот выглядит шницель и картошка с чесноком. Сейчас буду пробовать. Дядька здесь главный похож на какого-то грека, не на индийца. Так, вы видели 400 рупий рублей, 200 гривен. Вообще-то дешево. Дешево, по большому счету. Я просто в комментариях читал, что дорого, дорогое место. Нет. Нет, вот единственный минус. Нет Wi-Fi и вот эта вот крыша металлическая. Вот так вот это все выглядит. Сидишь, потеешь, истекаешь. Но еда супер, ребят. Честно, я не ожидал вообще. Ну, вы понимаете, с моим настроением я вообще не ожидал, что здесь может быть что-то нормальное. Я вообще не по шницелям. То есть, для меня это сухая какая-то лепешка непонятная, безвкусная. Я не помню, по-моему, я в Австрии в Вене ел. Это был ужас. А здесь они принесли, этот дядька, он здесь самый управляющий, и он приносит все. И он так принес этот шницель, вы видели, две штуки там было, потом был салат. Он даже был салат, обычно солят, это то, что они просто там нашли, в холодильнике закинули, порезали, пошинковали, ничем не полили. Он даже был с маслом, этот салат. Вот удивительно, и картошка, они меня удивили картошкой. Вообще в Азии, там в Индии никто не умеет готовить картошку. Вообще, для них это терринкогнито. А здесь заморочили, сделали, как в Карпатах, представляете? Вот такая, можно сказать, самая вкусная картошка, которую я ел. Ну, была, наверное, одна из, брат отлично готовит. Но еще вот в Карпатах я ел, в карпатском рае, у Юры Москаля, Москаль у него там кличка, в Шешерах. Его жена, уже бывшая жена, готовила картошку безумно вкусную. Она как делала? Она кидала в кастрюлю каких-то там, я не знаю, пять минут варила, или там, я не помню, или восемь. Какое-то там время она варится, эта картошка, и потом она жарится. И она, там какая-то корочка образуется, она сочная, вкусная. Вот примерно они попытались воспроизвести это здесь, и неплохо. Еще и чеснока добавили, то есть она была варена немножко, потом ее поджарили так, и с чесноком шикарно. Ну, вообще не ожидал, то есть там четыре с плюсом, пять с минусом тянет это место. Ну, не место, еда, место-то сами видите какое. Хоть что-то приятное, ну, пойду поужину уже туда, уже хоть что-то. Но, как вы видите, особо здесь нет, ну, возможно было бы заказать там или лобстер, или... Кстати, тунец так же само стоил, как и курица, можно было тунца заказать. Но я думаю, оно все и так, ну, в любом случае в кляре какая нахрен разница, что брать, если и там кляр, и здесь кляр. Перфоратор, мусор, строительный мусор, какие-то заборы, листва, которые никто не убирает. Это все мой мозг, скорее всего, сотрет где-то через несколько месяцев, и оставит только вот эту картинку. Только вот эту. О-о-о, по-моему, парочка даже обнимается. Блин, как я за них рад. Вместе они купаются. Ну, может быть, потому что телефоны в соленой воде... Ну, им лучше от соленой воды не становится. Может, поэтому... Ну, симпатично. Видите, как красиво это смотрится. Парень с девушкой. Парень с девушкой. Блювота. Ну, и у меня... Знаете, в крокодиле меню появились конкуренты. Так что можно купаться. Мои шансы выжить, уцелеть. Можно сказать, что утроились. Ну, я реально, как София Ротару, как Алла Пугачева, снимаю такие парочки на видео. Не хватает только музыки и какого-то задушевленного текста про любовь. Классно. А вот, представляете, все-таки вот... Вот я говорю, что у Сани и ее мужа был явно конфетно-букетный период. И поэтому они прямо здесь кайфовали. Я думаю, это было только начало их отношений. И, конечно, вот так вот попасть... И, может быть, до этого они были только в Турции и в Египте. Попасть вот в такую красоту... Это круто. А вот что не круто, это то, что я хотел вообще-то позагорать, а загорать здесь, как вы видите, негде. Везде уже тень. Вот только здесь небольшое место, где я могу кинуть постилку и уронить свое бренное тело. Один только вопрос, где мне его уронить? Вот в этом сердечке внутри постелить себя? И лежать так романтично, смотреть на море? Или все-таки где-то здесь? Как я вчера хотел пройтись по этой пальме. Перед сном, когда смотрел видео. Это же можно почти забежать на пальму. Интересно, интересно. Да, песер? Подстилка есть. Что ж, сейчас будем идти купаться. Водичка не стала прозрачнее в течение дня. Такая, какая была. Короче, крокодила так в этой воде особо ты не заметишь. Заздолыгить. А только в последний момент. Вода такая тепленькая, классная. В принципе, кораллов не так много, которые впиваются в ногу. Классно, кайфово. Было бы здесь еще больше такого первобытного всего. Было бы вообще хорошо. Но вообще, вы видите, тоже пляж. Только, по сути, для меня и для этой парочки. Так что, круто. Как-то так.